Итак, ребятки, я вас всех приветствую. Мы начинаем серию новых разборов на турнир UFC Fight Night, который состоится уже на этих выходных, ночь суббота на воскресенье. Но перед началом разбора я вам советую подписаться на мой телеграм-канал, так как именно в своем телеграм-канале я публикую скриншоты своих ставочек. Крайний турнир мы хорошо закрыли. Плюсом там довольно-таки приятный коэффициент залетел. Всех, кто брал эту ставочку, да, поздравляю. Ну а тех, кто впервые смотрит этот ролик, подписывайтесь на мой телеграм-канал, посмотрите, что за ставки там я даю, да, и какие ставки там вообще в целом бывают. Также на прошлом турнире мы поймали жирный коэффициент 3.85, если я не ошибаюсь. Именно такой коэффициент был на победу Петровский, который смог Ника Максимова победить досрочно в первом раунде. Но эта ставочка нас действительно очень сильно порадовала и дала нам возможность поднять хорошую котлету. В общем, ребятки, телеграм-канал, мой ссылочка, точнее, на мой телеграм-канал будет в описании под этим выпуском и в закрепленном комментарии. Подписывайтесь, заходите, смотрите, да, и, соответственно, будете мониторить все мои скриншоты ставок. Ну, в следующем выпуске, ребят, мы поговорим о поединке, который носит статус со-главного события турнира UFC Fight Night, где сойдется Мишель Пирейра, и на этот раз его оппонентом становится действительно опытный Сантьяго Панзинибио. Да, возрастной, но об этом мы поговорим чуть позже. В общем, как всегда, по классике, ребят, мы поговорим о бойцах, разберем их бойцовские карьеры, ну и, конечно же, конечно же, по классике будем искать варианты для ставок. Погнали к разбору. И давайте начнем этот разбор с Сантьяго Панзинибио. Это действительно ветеран ММА, ветеран UFC, огромное количество боев он провел в этом промоушене. Любительская его карьера, в принципе, началась с кикбоксинга, да, потом решил добавить в свои тренировки конкретно такое направление, как бразильское джиу-джитсу, добился там хороших результатов, смог стать черным поясом в этой дисциплине, точнее, да, получить тот самый черный пояс. В общем, до UFC у него было лишь только одно поражение. В UFC попал в 2014 году, соответственно, через сезон The Ultimate Fighters, где, кстати, добрался до финала, но в финале не смог выступить, по той простой причине, что в полуфинале травмировал, поломал руку, да, ну и, соответственно, выбыл из финала. Но, в любом случае, матчмейкеры UFC, да, на Уайт, в частности, не могли обойти стороной такого перспективного бойца, потому что, выступая на ТАФе, да, он забрал два бонуса по 50 тысяч долларов за сумасшедшие нокауты. Если кому-то интересно, можете включить UFC Pass, посмотреть их. В общем, в UFC действительно также показывал хорошие результаты, победил Шона Стрикланда, также был поединок против Майкла Перри, которого победил, встречался против Нордина Талеба, там досрочная победа, Нила Мэгни уничтожил, ну и, соответственно, да, уже все считали, что вот есть Панзенибио, такая аргентинская звезда, которой всех, грубо говоря, разбирать направо и налево, пророчили ему чемпионские амбиции, но, к сожалению, этому было не суждено случиться. По той простой причине, что Панзенибио подхватил инфекцию, боролся с ней очень долго, там, буквально он из кровати даже не поднимался, не было сил, там, о никаких тренировках речи вообще быть не может. И, соответственно, на протяжении порядка двух, если даже не двух с половиной лет, продлился, скажем так, затянулся простой у Панзенибио, но все-таки он вернулся, вернулся, да, встретился против Ли Джильянга, кстати, на тогда коэффициентом Панзенибио был 1,3, я давал ставку, что Панзенибио не победит досрочно за 1,8, она в прошлый раз прошла, поэтому, ребятки, кто и брал эту ставку, забирал, поднял кэш, и я вас поздравляю. В общем, после этого, соответственно, вышел против Боезы, молодого, такого голодного спортсмена, переработал того, соответственно, да, буквально в одностороннем порядке, ну и, соответственно, одержал победу в этом противостоянии. Дальше, то есть, соответственно, свой крайний поединок провел против Джефа Нила, показал конкурентный, очень конкурентный бой, действительно, поединок был очень близкий, только раздельным решением судей, Сантьяго Панзенибио проиграл этот бой. Ну, как мне кажется, вот концовка третьего раунда, где Панзенибио пропустил, ну, довольно-таки, такие жесткие акцентированные удары, причем все эти пропущенные удары он в основном оставил без ответа, соответственно, возможно, именно вот этот момент стал переломным конкретно в этом поединке. В общем, переходим к бойцовским качествам Панзенибио, здесь стоит подчеркнуть, что это сбалансированный, укомплектованный, да, боец, который, как я уже говорил, имеет черный пояс по бразильскому джиу-джитсу, у него хорошая, да, защита от тейкдаунов, если вдруг его кто-то переводит, то, соответственно, ищет возможность, попытку для того, чтобы подняться из партера и уже работать в стойке, где он чувствует себя как рыба в ладе. Ну, стойка у Панзенибио, да, действительно хорошая, он комбинирует удары с рук, с ног, да, то есть работает в связке, выбрасывает огромное количество ударов, даже несмотря на то, что человек вернулся после такого простой, вернулся после такой болезни, то он конкурирует в любом случае с топовой оппозицией. И Джефф Нилл, поединок с Джеффом Ниллом тому подтверждение. Что касается его кардио, то дистанция в 3 по 5 для него выполнима. Итак, переходим к сопернику Панзенибио, это Мишель Перейро, бразильский спортсмен, который каждый раз, когда выходит в октагон, пытается показать все свое мастерство, да, крутит вертушки, прыгает, точнее, крутит также сальтухи, да, то есть это эпатажный спортсмен, и таких бойцов в UFC, естественно, любит. В общем, до UFC выступал в различных промоушенах, дрался в Сербии, дрался в Австралии, также проводил огромное количество поединков под баннером «Шута Бразил», то есть, соответственно, у себя на родине в Бразилии, да. Ну, и в какой-то момент, а именно в 2019 году, матчмейкеры заметили этого парня, куда, ну, в дальнейшем, да, его подписали конкретно в сильнейший промоушен. В общем, поначалу в дебюте UFC встретился против Дэнни Робертсона, там был сумасшедший нокаут с колена в прыжке, соответственно, Перейро оформил после этого. Было поражение от Тристана Каннели, кстати, ребят, это был самый ужасный бой, я помню тот поединок, там бедолага Каннели, что шел за коэффициент что-то типа 6-7, в общем, никто в него не верил, но Перейро настолько и скрутил в первом раунде вот этих вертушек, вот этих непонятных телодвижений, которые просто, скажем так, да, высосали у него всю энергию, и уже во втором раунде Перейро еле стоял на ногах. Кстати, Тристан в том поединке бился в категории 77, то есть он мало того, что вышел на коротком уведомлении, да, Тристан, так он еще и дрался не в своей весовой категории, и все равно умудрился бразильца победить, но это, конечно, был, да, это такой подарок был. Я думаю, те, кто тогда в лайве мониторил это все, те тогда видели, какая там, в принципе, ситуация эта творилась. В общем, да, действительно обидное, обидное поражение. Ну, в следующем поединке встретился против Диего Санчеса, казалось бы, да, что вот старый Санчес против молодого перспективного бойца, который огромное количество ударов выбрался в первом раунде. В принципе, так и случилось, но в какой-то момент запрещенный удар нанес, соответственно, Перейра, да, и дисквалификации тогда проиграл. После этого вышел на прекрасную победную серию, встречался против нашего соотечественника Имадаева, которого победил досрочно. Также были поединки против таких спортсменов, как Кайл Уильямс, и, соответственно, победил Ника Прайса. В своем крайнем поединке встретился против Фиалья, которого победил решением судей, но здесь нужно подчеркнуть, что Фиалья тогда вышел на супер коротком уведомлении. Кстати, этот чувак мастер коротких уведомлений, он буквально вот за полтора месяца дважды вышел на коротком, да, и дважды одержал победу, причем дважды одержал победу досрочно на каут. Соответственно, переходим к бойцовским качествам бразильского спортсмена. Здесь стоит подчеркнуть, что у него неплохая защита от тейкдаунов, он понимает, да, что это такое. В принципе, в целом борьба сам, когда устает по кардио, подсаживается функционально, может перевести оппонента в партер. Но нельзя сказать, да, что у него прям там какая-то сумасшедшая борьба или сумасшедшие грэпплерские навыки, однозначно. Что касается его стойки, то да, вот здесь это не такой нестандартный боец, выбрасывает удары из-под разных углов, соответственно, не всегда это читается. Но в его, скажем так, стойке есть один хороший плюс, это его двоечка. То есть пока он свежий, пока он хорошо передвигается, двигается, да, пока есть силы, он очень быстро выбрасывает двойку. Особенным акцентированным, точнее акцентированным ударом как раз-таки получается удар с задней руки, плотным, но не всегда, скажем так, если оппоненты чуть выше среднего в плане стойки, да, то эти спортсмены прочитывают эту комбинацию уже после там двух, максимум трех там попаданий, да, и уже это оружие у Перейра в принципе-то не работает. Ну вот так в целом в стойке, да, очень такой интересный, эпатажный в принципе также спортсмен стоит подчеркнуть. Вот что касается его кардио, то если его в первом раунде нагрузить, в первом раунде с ним поработать, его попрессинговать, побить хорошенько, то, как показывает практика, где-то середины второго раунда Перейра начинает так серьезно подседать. Если мы вспомним поединок вообще против Ника Прайса, да, то в третьем раунде Перейра просто не мог стоять на ногах, поскольку он, ну скажем так, забрал два раунда, первый точно, второй такой более-менее близкий, но тоже можно на сторону Перейра отдать, то третий раунд он проиграл, и по кардио он выглядел просто ужасно. Поэтому, соответственно, из-за вот этих вот своих нестандартных движений, постоянного передвижения по октагону, да, из-за того, что выбрасывает удары, которые, ну, по большей части, скажем так, просто рассекают воздух, соответственно, энергия тратится, силы тратятся, и, как говорится, если это непродуктивно, то, как я уже и сказал, да, начинает по кардио подсаживаться. Итак, ребятки, переходим мы к прогнозу на этот поединок. Давайте для начала, как всегда, по классике посмотрим на коэффициенты букмекерских кантон. Ну, я скажу, средние коэффициенты, да, соответственно, у нас Перейра идет за коэффициент 1.75, в то время как Панзинибио, ветеран Сантьяго Панзинибио, берет за коэффициент, ну, плюс-минус где-то 2.20. Что здесь нужно понять? А действительно ли Перейра заслуживает того, чтобы идти здесь фаворитом? Давайте пробовать разбираться. То есть, ну, как всегда, по классике пробежимся по основным показателям. То есть, это ударная техника, борьба, кардио, да, и, соответственно, оппозиция. Если мы берем такой аспект, как оппозиция, то я думаю, что здесь ни у кого никаких вопросов нет. Этот аспект уходит на сторону Панзинибио однозначно. Потому что, если мы посмотрим на тех бойцов, у кого выигрывал, в принципе, да, Перейра, то, ну, Фиальо, ну, я не знаю, мне кажется, что это боец... Вот если вспомнить его поединок с Фиальо, да, то Фиальо это чистейший воды практически боксер. То есть, если даже посмотреть на статистику, посмотреть вообще в целом на картинку поединка, то Фиальо... Кстати, у Фиальо был шанс Перейру, скажем так, до срочно победить в первом раунде. Он его там потряс, разбил ему нос. Ну, как всегда, Перейри постоянно нос разбивают. Соответственно, из-за этого, возможно, кстати, он также подседает по кардио. В общем, был шанс у него, да, но Фиальо это боец, который только на руках в основном работает. То есть, он не подключает, в основном не подключает удары с рук по корпусу, ногами вообще, в принципе, он не работает, да. То есть, там ни одного удара с ног конкретно не было выявлено. По-моему, если не ошибаюсь, ни одного. В том поединке. То есть, ну, Фиальо это боец такой, ну, далеко-далеко, мне кажется, от топа. И Мадаев, ну, мы видели, да, что этот спортсмен, в принципе, у него не сложилась карьера в UFC, соответственно, это тоже не топовый боец, он не входил в топ-15. Все, в принципе, по большому счету, да. Можно сказать, что вот Кайл Уильямс, это, в принципе, хороший, да, спортсмен, хороший боец. Да, действительно, хороший боец, но тоже не топового уровня. Если мы посмотрим на Панзинибио, то даже если взять его крайний поединок против Джеффа Нила, Джефф Нил это топ-топ-топ, то есть, тут никаких вопросов быть не может. Потому что это спортсмен, который пять раундов отработал со Стивеном Томпсоном. Дал Стивену Томпсону конкурентный поединок, да, проиграл, но все равно дал. То есть, соответственно, Панзинибио отработал очень хорошо с Джеффом Нилом. И я, как вот я считаю лично мое сугубо, скажем так, оценочное, да, мое мнение, что вот концовку третьего раунда Панзинибио дал, соответственно, поэтому мне кажется, что судьи как раз-таки и склонились, именно большая часть, да, ну, из трех судей, двое, склонились на сторону уже непосредственно Нила. Поэтому, в любом случае, Панзинибио практически все свое время бился стопами, это первое. Что касается ударки, то да, пока бразильский спортсмен Переро свеж, он в любом случае будет хорошо смотреться, в любом случае. Но нужно понимать, что Панзинибио это действительно мастер ударки. Да, он возрастной, но он отлично работает. Посмотрите на его лоу-кики, как он жестко работал с Джеффом Нилом, да, уже под конец, там, в третьем раунде, буквально он убил, можно так сказать, да, не побычу того слова, убил ногу Джеффа Нила, к которому действительно пришлось не сладко. То есть, это о чем говорит, я имею в виду в плане того, что разнообразен Панзинибио в стойке, плюс он очень много работы делает по корпусу. А мы знаем, что работа по корпусу, плотные попадания, да, это все замедляет по кардио. Как я и говорил, по кардио есть проблемы, да, у Переро. Поэтому, мне кажется, что, возможно, в начале будет смотреться неплохо Переро. Но Панзинибио это боец, который привык перестраиваться по ходу боя, привык выживать в сложных ситуациях, да, адаптироваться к своим спортсменам, к своим оппонентам непосредственно. И плюс, как я уже сказал, он умеет переломать ход боя. Поэтому, соответственно, вот, кстати, по поводу перелома поединка с Баезой, например, можно вспомнить бой, где Баеза первый раунд забрал. Дальше что он начал делать Панзинибио? Дальше он просто убил ноги Баезе, просто там, жесточайшие были лоу-кики, и все, и Баеза потерял уже свою мобильность на ногах, и стоял, грубо говоря, принимал практически все удары на лицо. И, как мы видим, да, сейчас это пробитый боец, который, хочется пожелать ему, конечно, здоровья, но который, я думаю, что уже вряд ли о себе сможет действительно громко, скажем так, заявить. Поэтому в стойке также небольшое преимущество я дам на сторону Панзинибио. Что касается борьбы, ну, здесь плюс-минус одинаково, потому что у бойца стараются работать уже непосредственно в стойке, но Панзинибио, в принципе, и Панзинибио, и Переро может побороться, поэтому здесь можно поставить просто знак равенства. Вот, по кардио, мне кажется, Панзинибио, несмотря на все трудности, которые с ним были, несмотря на то, что он уже возрастной боец, ну, как возрастной, ему 35 лет для, скажем так, полу-средневесовой категории, это, в принципе, еще не критично. Многие спортсмены выступают отлично, да, и показывают хорошие результаты. Соответственно, здесь я считаю, что, ну, лично мое мнение, что букмекеры, возможно, из-за того, что сейчас Переро идет на серию с пяти побед подряд, на хайпе на таком, да, на кураже, но, опять же, та оппозиция, которую он бил, она несопоставима с той оппозицией, с которой встречался даже после простоя, долгого простоя, непосредственно Сантьяго Панзинибио, да и до простоя у него были очень хорошие ребята, то есть Майкл Перри, мы помним, что это топ, также Неллисон, да, Гунар Неллисон, все эти спортсмены, ну, большинство из них входили в топ 15 лучших бойцов. Поэтому я считаю, ребят, что здесь хорошие шансы есть у Панзинибио, причем он идет андердогом за 2.20, можно будет в лайве, то есть с приматчем забрать, а в лайве уже страхануться, если что-то пойдет не так, да, и уже посмотреть на что там можно, как говорится, подыграть, вот, в общем, да, друзья, вот такое вот у меня мнение касаемо этого поединка, теперь интересно послушать, что вы думаете, пишите все свои мысли, все свои прогнозы в комментариях, обязательно читаю, практически на все стараюсь отвечать, также не забывайте, ребятки, подписываться на мой YouTube канал, прожимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски, я же вынужден с вами попрощаться, всем пока, хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok